привет друзья приветствую всех кто зашел ко мне на канал сегодня вместе с вами приготовим блюдо и мамбарды готовится несложно а получается очень вкусно многие знают как готовить мод многие готовят я вам предлагаю свой способ приготовления надеюсь вам понравится для блюда нам понадобится баклажаны у меня здесь полтора килограмма такие крупные баклажаны перец смотрите как у меня перец не помещается в руки один острый помидоры лук и чеснок в конце добавлю зелень в первую очередь займемся баклажанами баклажаны должны нарезать посолить чтобы выделилась мутная вода и горечь тоже носи сейчас нету горьких баклажанов просто когда солим баклажаны они они выделяют эту мутную воду и при жарке очень мало впитывают масло почищу продолжим баклажаны почистила подготовила беру вот такой удобный душлаг буду складывать сюда чтобы вода стекала вниз нарезаю разделяю покажу на одну как я готовлю и вот так кусочек на такие не очень мелкие не очень крупные вот на такие кусочки складываю посуду и буду солить после того как наложили первый слой соли и так дальше нарезаем и складываем соли все баклажаны нарезала подготовила последний слой тоже посолю вот таким виде оставляем 10-15 минут чтобы выделили выделилась вода и продолжим прошло 10 минут смотрите баклажаны выделили воду вот такая намутная вода немного высушил полотенцем бумажными чтобы не летели брызги и идем к плите сковородка уже разогрелась добавляем масло не выкладываем баклажаны буду жарить 22 приема когда мутная вода выделяется баклажаны становятся еще белее после жарки тоже остаются такими светлыми и жарим с обоих сторон пока жарятся баклажаны подготовим перец перец нарезаем на две части удаляю семена и нарезаем как и баклажаны длинно чтобы люди было красиво смотрелось люди просила смотрелось на вкус конечно не подействует но будет красиво так подготовлю все перцы и почищу помидоры от шкурки обязательно очищайте от шкурки после готовки шкурка выделяется и не вкусно получается так после того как приготовились с одной стороны немного позолотились переворачиваем на другую сторону первая партия баклажан у нас приготовилась вынимаю сразу на бумажное полотенце чтобы питала лишнее масло все у нас будет жарится и поэтому лишнего масла нам не надо убираю первую партию и добавлю сразу в сторону вторая партия приготовилась тоже вынимаю и сразу добавляю перец здесь у меня достаточно масла масло не добавляю добавлю немного соли просто на сковороду чтобы слишком не летели брызги перец у нас валина жаркий любит брызгаться а все впитывает себя влагу в процессе приготовления закрыла крышкой перец тоже у нас приготовился слишком мягким не делать вот такая ножка вынимаю прямо на баклажаны приготовлены мы еще не мягкие в эту же сковородку добавляю поджаривать лук с луком жарю чеснок тоже но два зубчика оставила добавлю в конце жареный и в конце добавлены чеснок имеют совсем другой привкус хотела пару ночи сказать что немного посолю чтобы быстро приготовилась лук приготовился красиво позолотился и добавляем к луку сразу помидоры мешаем добавлю немного соли но не забываем что у нас и баклажаны и перец во всем есть соль чтобы не пересолить когда помидором сразу добавляете сок он быстро выделяет влагу и быстро готовится и получается вкусно вместе с солью когда сразу добавляется закрываю крышку и пускай готовится помидоры приготовились красиво варились помидором добавляю зелень часть зелени добавлю сейчас а часть добавлю в конце у меня здесь армянский вкусный базилик немного базилик петрушка и веточка укропа очень подойдет и кинза у меня сегодня кинза нету но кинза тоже подойти перемешаем уже вкусно и красиво аромат стоит очень вкусно и к нашей как так скажем подливы добавляем наши жареные овощи вместе аккуратно перемешиваем после того как перемешали закрываю крышкой и тушим приблизительно 8-10 минут все у нас готово прожарилась нам нужно только чтобы перемешались вкусы наше блюдо приготовилась в конце добавляем зелень зелень перемешаю чесноком чтобы вкус чеснока хорошо отдал в конце тоже добавляю в конце еще раз очень осторожно перемешаю и подаем на стол выключаю газ это нереально вкусное блюдо вот такая красота и вкуснота в итоге у нас получилось надеюсь вам понравится мой способ приготовления его тоже приготовить и для своих родных смотрите все хорошо приготовилась но осталось целыми попробуем очень вкусно и готовится не сложно кому понравилось ставьте лайк подписывайтесь на мой канал пишите комментарии всем пока пока